Во Владивостоке, замечательном городе у моря, вот уже два десятка лет работает водномоторная компания 1000 размеров, официальный представитель корпорации Suzuki Marine в России. Здесь можно приобрести новый мотор любой мощности и комплектации, как для легкой надувнушки, так и для большого каютного катера. Например, у вас уже есть катер и вы приняли решение купить мотор Suzuki. В таком случае специалисты сервисного центра бесплатно его установят, подключат рулевое и газреверсное оборудование, установят и настроят приборы, а также произведут первый запуск мотора. Механики компании 1000 размеров одни из самых опытных на Дальнем Востоке. Для них это самая обычная и хорошо знакомая работа. Конечно же, покупкой мотора все не заканчивается. Технику время от времени необходимо обслуживать, менять масло и проводить диагностику. Сервисная служба компании располагает чистым слипом в районе бухты Улисс, где и проводятся такие работы в сезон навигации. Достаточно позвонить в сервис и согласовать дату и время обслуживания. Остальное – дело техники. Плановая замена масла в двигателе и в редукторе занимает не более часа, а для покупки расходников не обязательно ехать в магазин. Можно заказать их по телефону и механики все возьмут с собой. Владельцы катеров и яхт Владивостока уже не первый год встречают в море скоростной рип компании 1000 размеров с надписью «Техпомощь» на борту. Сегодня мы встретили его на выходе из бухты Улисс и задали несколько вопросов шкиперу. Алексей, ну такой вопрос. Что означает «Техпомощь» от компании 1000 размеров? Компания 1000 размеров имеет собственный сервисный центр по обслуживанию водной техники, в том числе по лодочным моторам «Сузуки». Мы официальные дистрибьюторы. Техпомощь наша заключается в том, что мы оказываем, во-первых, работы на своей базе, выезжаем бригадами по городу Владивостоку и по Приморскому краю. А также у нас есть такая вот боевая единица. На воде находится вот наша лодка. Рип 8,5 метров, 250 лошадиных сил мотор. И в случае какой-то либо экстренной нештатной ситуации мы можем выехать нашим клиентам на воде. То есть если где-то кто-то терпит бедствие, ну, в принципе, у нас были случаи, когда мы подъезжали и в море спасали людей, то есть восстанавливали работу мотора, ну, либо буксиром уже тащили эту базу. То есть технически такая возможность есть. Если у человека, скажем, серьезные проблемы на воде, то есть которые он самостоятельно решить не может, он может обратиться по телефону в компанию 1000 размеров. То есть, соответственно, если, конечно, есть возможность позвонить, если человек находится в покрытии сотовой связи. Да, разумеется. Конечно, мы не заявляем себя, что мы там, ну, не берем на себя функции МЧС там или еще каких-то там структур. Вот. Но, ну, по крайней мере, чем можем. Вот. В рабочее время, как бы, телефон всегда на связи. Но я скажу так, что вообще, по большому счету, 95% ситуации, они решаются по телефону. То есть достаточно просто позвонить в 1000 размеров, попросить соединить с сервисным центром, и специалисты по телефону подскажут, где какую гайку подкрутить, куда чего залить, чтобы мотор восстановил свою работу, и вы хотя бы в аварийном там режиме, но могли до базы вернуться. Ну, а если уж совсем ничего не получается, ну, тогда, как бы, по возможности отправляем лодку. Уже на воду, напомнишь. Алексей, а какой-нибудь реальный случай, вот, когда человеку могли помочь по телефону, либо выходила лодка на помощь? Ну, что-то такое, что вот именно в боевых таких условиях что-то? Ну, не знаю, случаев на самом деле очень много. В день бывает, там, не один десяток звонков проходит в пик сезона, вот. Ну, из таких вот, не знаю, вот буквально вчера тут была ситуация банальнейшая. То есть, человек просто пошел на поворотный буй, на рыбалку. Ну, кто знает, это примерно 25 километров от города, удаление от берега. То есть, шел, вот, могу прям продемонстрировать. То есть, вот у нас контроллер управления газом-реверсом, вот. То есть, человек подходил к месту швартовки и, не выключая передачу, заглушил двигатель, остановил его. Опустил якорь, начал рыбачить, там, 2-3 часа порыбачил. Заводить мотор, поворачивает ключ, мотор не заводится. То есть, стартер не срабатывает. То есть, элементарнейшая ситуация. Просто-напросто забыли убрать рукоятку с включенной передачи. То есть, не включили нейтраль перед запуском. Ну, человек начали, то есть, просто человеку начали задавать наводящие вопросы. То есть, проверять, там, по топливу, там, как у него, в том числе, находится рукоятка. Ну, и буквально, там, в течение, там, 2-3 минут беседы выяснили. И в этот момент, все, включение тралку, человек завелся, пошел домой. Были случаи, когда люди, вот, у нас, там, где-то, там, тоже недели 2-3 назад, вот, где-то на стоянке, на моргородке, но здесь недалеко, тоже пригнали катер, только-только скинули, вот, решили в сентябре покататься. Вот, оттолкнулись от берега, буквально отошли 100 метров, все, мотор заглох, не заводится. Тоже 250-ка, кстати, Сузуки. И, тоже, ну, была проблема, как потом уже выяснилось, с топливом. А человек еще, плюс ко всему, не местный. То есть, он наш клиент, он сам из Артема, из другого города, у него здесь ни друзей, никого. Позвонил нам, ну, мы в течение 30 минут уже на воде к нему подъехали. И все, помогли, разобрались с проблемой, как бы тут же устранили ее. И все, и он своим ходом пошел дальше. Никаких проблем. Главный офис компании «Тысяча размеров» и сервисный центр «Сузуки Марин» находится во Владивостоке, недалеко от моря, на улице Зои Космодемьянская, 19А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok